Порядка 25% россиян проводят в интернете каждый день более 4 часов. Таковы свежие данные в ЦИОМ. Самая большая доля у молодежи, 82% эта цифра растет. Между тем, проект защиты РУНЕТа может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении уже в этом месяце. Причина, по мнению народных избранников, противодействия внешним угрозам. Об этом и не только расскажет моя коллега Анна Рабчук. Аня, добрый вечер. Так, все-таки, что говорят эксперты? В безопасности мы будем или в изоляции? Здравствуй, Иван. Эксперты говорят разное. С одной стороны, в законопроекте прописаны моменты, которые должны помочь в автономной работе РУНЕТа. То есть, в случае, если вдруг отключат интернет общий, какие-то серверы за границей, российский должен функционировать. И тут все эти специалисты, конечно, за. С другой стороны, сделать это пока сложно, так как не готова инфраструктура и программная начинка, как говорят специалисты. У нас есть комментарии на эту тему. На мой взгляд, законопроект еще достаточно сырой. И требует достаточно больших проработок в плане и оборудования, и законодательной части, так и программной части. Получить конечный результат мы сможем не ранее, чем через 5, а то и 10, и даже больше лет. Проще говоря, непонятно, как это будет реализовано. На кого возложат обязанности по покупке оборудования? Возможно, на провайдеров, а значит, на пользователей интернета. Ведь в проекте закона сказано, что он не требует финансовых вливаний. Вообще, документ стал поводом поговорить про РУНЕТ в принципе. А ведь история уже давняя, и сейчас как никогда актуальна, так как идет давление Запада. Российские власти хотят перестраховаться. Это реализуемо. Движения в эту сторону идут. И это сделано в первую очередь с целью защитить пользователей наши. То есть, чтобы они были более безопасны, их данные были более в безопасности. Соответственно, просто это нельзя сделать вот прямо сейчас и по какому-то щелчку пальцев. Это планомерная, долгая работа. Кроме того, власти хотят защитить наши ресурсы от киберпреступников. Вспомни только историю с Федеральным центром нейрохирургии. В прошлом году хакеры атаковали систему учреждения прямо во время сложной операции. Все приборы отключились, работа была парализована. Но благодаря слаженной работе наших специалистов доступ восстановили. Пришло письмо с вымоганием денег. В общем-то, написали, что мы готовы расшифровать, но если вы нам переведете там биткоины, там какое-то количество биткоинов на счет. Я вот с этим первый раз так начался в жизни. Я тут же связался с фрио-губернатором Александром Вишем Мором. Где-то был комментирован, тем не менее, мгновенно он откликнулся, мгновенно просто. Я даже не ожидал. Тут же мгновенно пристали бригаду людей, которые нам помогали все восстанавливать. И сейчас уже идет полномерная такая очень быстрая работа по усилению нашей информационной системы. Но вернемся к законопроекту. Его уже поддержали Минкомсвязь, Роскомнадзор, Россвязь, Федеральная служба охраны и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Сейчас обычные пользователи ломают голову, для чего изменения. Может быть, для того, чтобы отключить нас от нежелательных ресурсов? Предлагаю послушать запись интервью по скайпу специалиста из Европы. О том законопроекте, о котором идет речь, на самом деле не подразумевается защита или пренебрежение трафиком изне. Это больше, как мне показалось, ознакомившись с данной статьей, данным законопроектом, что это больше речь о цензуре, потому что речь идет об управлении техническими аппаратами, средствами, самих доменных имен пространства интернета. Есть и другое мнение. Мол, о полном контроле речи не идет. Да и отключиться от глобальной сети мы сейчас вряд ли сможем. Сиррер того же Яндекса находится сразу в нескольких странах. Нет единой точки, где отключил и все. У нас множество контактов. У нас и в Европу, и в Азию. Куча каких-то кабелей, каких-то оптических кабелей, беспроводных трасс и так дальше, которые идут туда и делают сеть единой. Поэтому на текущей точке нет единой. И где поставить, где перерезать кабель? Ничего не получится. Проще говоря, перерезав канал в Европу, вы попадете на запрещенный ресурс через Азию. Но если законопроект будет реализован, а провайдеры поставят оборудование, про которое говорится в документе, в том числе на международной линии связи, то отключиться технически возможно. Тем не менее, законопроект еще не принят. Его депутаты рассмотрят в феврале. Посмотрим, что из этого выйдет. Иван. Спасибо большое, Аня. О возможных плюсах и минусах проекта о защите Рунета нам рассказала Анна Рабчук.